Книга «Открытым оком», тема работа, том 8, вопрос 2082. «Сели монахи, несли одинаково трудовое послушание? Или было различие у руководителей и трудников, как во времена партаппаратчиков?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что монахи построили на одном валааме – это был уже тогда готовый коммунизм. Епископ Дамаскин – их руководитель. Современник Лескова Н.С. мог все и никого не убил, а порядок навел. Все жития – труд духовный и телесный. Может быть, не тот труд, что нужно, но труженики они были добросовестные, не сгибаемые строители, а не разрушители. Но есть много, даже очень много житий, где герои не работают, а бродят по горам или по городам и едят не свой хлеб, пренебрегая Божие установления, потеть над добыванием хлеба для своего желудка. Им кто-то приносит, а они едят, пусть и немного. Деяние 20.35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Паразитизм на чужом хребте осуждается Богом. 2 Фессалоникийцам 3, 10-12 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. 1 Коринфянам 4, 12 И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Ефесянам 4, 28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезно, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 1 Фессалоникийцам 4, 11 И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Притча 14, 1 Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Эти стихи Библии сплошь и рядом нарушали подвижники и не выполняли эти заповеди. Бог же нигде не обещал, что хлеб будет давать с неба, на что не раз указывается в житиях, восхищаясь этим. Это тоже не было обещано при изгнании из рая. Бытие 3, 19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Один этот стих Приговора Иеговы умышленный повсеместно нарушался и нарушается. И не кем-то, и не где-то, а главным и основным образом теме, о ком всегда говорят сами же монахи, что их души врутся Божией. Не потели, не работали, и в прах не хотят возвращаться, а по мощевикам разносятся. Эта вера иноческая не из Библии, а из головы грешного противника воле Божией. Но она, эта противность, канонизирована и будет жить беспокаянно до суда Божия. Но есть и чудесные жития, как это. Феодосий Печерский, память 3 мая. Он ежедневно приходил туда, тщательно наблюдал за работами и, насколько возможно, помогал строить, работая вместе с каменщиками. Во время работы он так плохо одевался, что его можно было принять за последнего послушника, но никак не за игумена. Ах, если бы дано было начать, по-новому и заново прожить, детей иначе воспитать внучат, повыше этих смог достичь вершин. С какого дня и что переиначить, хотел бы безоглядно повторить, полегче выбрать, не с ручной у тачкой, и деньги сэкономить, не сорить, со школы на уроках не мечтать, не упустить развитие момент, побольше заучить, полезное читать. На этом потерял я столько лет. Не наверстать, упущенное летом, в безделие, в суете зимой и в стужу. Другие в жизни получил отметки, иным со мной было бы не хуже. С трудом просматриваю вот из этой дали сомнительные мелкие успехи. Что в этих грамотах? Кому нужны медали? На многие нельзя теперь глядеть без смеха. Ах, сколько раз Господь ко мне стучал, когда я трезвым был, на веселе, при многолюдности и где один скучал, на море, в поезде, или в родном селе. Глухой, ослепший я не слышал стука, насколько б раньше Господа познал. Уже тогда мне на чело, на руки, мог получить благословение знак. В который раз лишь краешком задело, дыханием вечности лишь кромки опалило, и снова не божественное дело, не в христианство утекала сила. Ах, если бы дано переиграть, не все переиначить, только встречи. Стихами Библии заполнил бы тетрадь, и только об Иисусе были пречи. 5 августа 2003 года. Игла. 5 августа 2003 года. Продолжение следует...